Обещали отремонтировать, но обещания так и не выполнили. Два года назад шоровцы заверяли, что намерены отремонтировать подземный переход на пересечение улиц Дача и Дичибал в секторе Ботаника. Но слово свое так и не сдержали. Впрочем, ремонтные работы здесь начались, но не за счет партии, а за деньги мэрии. Жители столицы надеются, что хотя бы на этот раз все сделают. Помимо реконструкции подземки предусматривается и обустройство прилегающей территории. Общая стоимость работы оценивается в 8 миллионов леев. Так отреагировала одна из прохожих, когда узнала, что подземку на пересечении дачи и Дичибала принялись ремонтировать. Восстановить ее два года назад обещали в партии Шор, но работы так и не начались. А жителям пришлось лишь довольствоваться обещаниями. Женщина призналась, что уже устала ждать. Какая логика была в том, чтобы сломать эту лестницу? Уже год как. Кто-то из мэрии был хотя бы раз здесь, спускался по этой лестнице. Мы отремонтируем. Сегодня начинаем работы. Госпожа Таубер с Шором устроили здесь когда-то такую пышность. Отремонтировать подземку надо было давно. Поделились своим мнением с нами местные обыватели. Говорят, ситуация здесь плачевная. Смотрите, какой бардак. Ходить невозможно нормально, как человек. Вот как я должен подниматься. Просто нечеловеческие условия. Люди ходят каждый день с утра до ночи. Просто безобразие. Надо его сделать в первую очередь. Я даже здесь травму получила на тех ступеньках. Очень сильно. Даже скорую помощь вызвала. Что случилось? Шатались вот эти плиты на ступеньках. Я наступила на край и упала. Поранила себе ногу. Прохожие также признали, что до вчерашнего дня здесь даже не было света. Это совпадение или нет, но сегодня, когда объект посетил столичный градоначальник, освещение в подземке наладили. Сегодня хоть свет включили, до сих пор здесь было темно. Мы с дочкой, когда проходили здесь в понедельник, я ее вела в летний лагерь. Она сказала, что ей страшно. Не было света, не было лампочек. Ремонт спустя два года все же начался. Но не за счет партии Шор, а на муниципальные деньги. Помимо работ в самом подземном переходе, власти планируют обустроить и прилегающие территории. На все про все по оценкам муниципалитета должно уйти 8 миллионов леев. Проект предусматривает и полную реконструкцию лестницы с обеих сторон. Здесь также будут установлены поручни для людей с особыми потребностями. В то же время будет обустроена прилегающая зеленая зона. Она будет включена в работу по ремонту пешеходной части улицы Троян. На этом участке, согласно новому проекту, будет обустроен сквер. Здесь посадят деревья и установят скамейки, на которых кишиневцы смогут отдохнуть. Отремонтировать подземный переход на пересечении дачи и дичибала шоровцы пообещали еще в октябре 2020-го. Тогда они даже показали на экране, как будет выглядеть подземка после модернизации. Однако с тех пор дело с места так и не сдвинулось. Наша попытка поговорить с Мариной Таубер, чтобы выяснить, почему партия Шурния начала ремонт на работу, успехом не увенчалась депутат, не ответила на наш телефонный звонок. Впрочем, два месяца назад она говорила, что от своей затеи они не отказываются, а все затянулось из-за пандемии, войны на Украине и бюрократии в мэрии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!